Четвёртый день Финляндии. Булгаковы уже посетили зоопарк, смастерили шаманский барабан, а теперь их ждёт прогулка на каноэ. Пока не знаем точно, что ожидать, не уверен, что мы справимся. Первый раз мы всей семьёй поедем кататься на лодке. Вообще, в принципе, по воде. Надеюсь, понравится и не опрокинемся. Волнуйся, мама, на нас будут одеты жилеты. Ну да, ну мало ли. Путешествие начинается с берега Няйсиярве, Каупиноя, что в двух километрах от центра города Тампера. И если Алиса полностью наслаждается прогулкой, то маленькому Артёму в каноэ явно не по себе. Быстрым кодом до пункта назначения можно доплыть за 30 минут, но мы советуем всё-таки наслаждаться окружающим видом. Здесь действительно красочные места. Мы сейчас начали мелом. Мы сейчас начали от Аитолаха. И вот здесь мы сейчас находимся. Мы сейчас находимся на Тапа-Тоуран-сааре, где мы сейчас находимся. Мы сейчас находимся на пункте. Было интересно, необычно, и даже в какой-то момент было страшно. Я думаю, что Алисе понравилось. Конечно, мне понравилось. Я вообще за 9 лет не ходила на лосках кататься. Ну вот, первый раз. Ну, а в первый раз ты сразу штурманом стала. Ну да. Ну да, так что и всем темпу задавала. Ну, оказалось не так сложно, как я думал, на самом деле. Это гораздо больше удовольствия, чем напряжение. Островок совсем крохотный. Всего 100 метров в длину и 20 в ширину. Когда-то он принадлежал семье, жившей на острове. А теперь перешел к городу, хотя развалины дома до сих пор сохранились. Ну, природа здесь, конечно, вообще в Финляндии природа очень нам нравится. Нам нравится, во-первых, что очень зелено, что воздух свежий и не так жарко. Для нас это само то, так как у нас маленький ребенок, нам жара совершенно ни к чему. Отлично, все отлично. И, в общем-то, о чем-то таком я уже очень давно мечтал, давно собирался детей куда-нибудь свозить на природу. Даже с палаткой, может быть. Но я думаю, это такой, это наш первый опыт. Теперь уже с палаткой будет, ну, придется в любом случае. Теперь уже не отверчусь. Прогулки на каноэ родители Tapio проводят уже с 1992 года. У них можно арендовать как каноэ, так и проводников. А приготовленные на их костре грибы и кофе просто пальчики оближешь. Сразу видно, от чистого сердца. Любая еда, приготовленная на природе, да еще и своими руками, она всегда кажется чуть-чуть вкуснее. Запах костра, конечно, придает такой необычности еде. Даже вода на огне кипит по-другому. И кофе совсем другого вкуса. Жена довольна. Ну, раз все так складывается, мне расстраиваться тоже нечего. Когда сюда ехала, я была уверена, что мне, в принципе, все понравится. Но я была не уверена насчет этого дня, когда мы должны будем с маленьким ребенком вот ехать на каноэ. На самом деле, просто все, вот этот день и это путешествие превзошли все мои же ожидания. Я очень, очень рада, что я здесь оказалась. Семейство Булгаковых осталось очень довольно прогулкой. И даже маленький Артемка вроде как повеселел. Тапио призывает собрать своих друзей и приехать к ним кататься на каноэ. Нам осталось провести в Финляндии последний день. И мы проведем его, катаясь на каруселях. Встретимся уже на следующей неделе.